Сколько воды нам нужно выпивать, чтобы похудеть, быть здоровыми, энергичными и молодыми? И как пить воду правильно, чтобы максимально усилить эффект от выпитой воды и улучшить свое здоровье? Немногие знают эти простые шесть правил, но они действительно работают. Какие три основы нашей жизни, без которых мы не сможем существовать? Их всего три – питание, сон и вода. И если о важности первых двух мы постоянно помним и пытаемся их регулировать, то о последнем факторе многие забывают либо просто игнорируют, зачем нам нужно пить воду. Каждый из нас слышал, что мы на 75% состоим из воды. Это уже довольно заезженная фраза, но не все знают, что к концу жизни наше тело составляет уже около 50% воды. А вот правда, нам нужно много воды, чтобы наш организм мог правильно функционировать, и мы чувствовали себя хорошо. Вода нам нужна для здоровья крови, здоровья мозга, сердца и просто каждой частички нашего существа. Вода нам нужна как внутри, так и снаружи каждой нашей клеточки для растворения питательных веществ, переноса отходов, регулирования температуры тела, отправки сообщений мозга и смазки всех наших движущихся частей. Девочки, внимание! Вода нам нужна еще и для похудения. Как вода помогает похудеть? Без воды не получится и легкого и правильного похудения, ведь она участвует во всех процессах, ответственных за похудение. Вода выводит все шлаки и токсины, мешающие нам похудеть. Активно участвует в расщеплении жиров. Для расщепления одной молекулы жира нужно 4 молекулы воды, поэтому если воды недостаточно, то и замедляется похудение. Ускоряет наш метаболизм, до 30% между прочим. Позволяет нам не передать, в нашем мозге центр голода и жажда расположены очень близко, и порой мы просто хотим пить, а принимаем это за желание перекусить и налегаем на лишние и ненужные калории. Более того, она повышает эластичность кожи, которая очень страдает при неправильном похудении. Тем не менее, мы естественным образом теряем много воды каждый день через дыхание, пот, даже если нет тренировок, мочу и испражнения. Но со временем мы сами же еще больше обезвоживаем наш организм, заменяя воду фруктовыми соками, разными напитками и даже просто пьем воду более низкого качества. Как узнать, что нашему организму нужно больше воды? Вот простые пять знаков того, что пора начать пить больше воды. Признаки того, что нужно пить больше воды. 1. Воспаление. Если у вас часто забиваются пуры кожи, что приводит к окне и прыщин, появляется кожная сыпь, или иногда могут краснеть глаза. 2. Сухость. Если вы наблюдаете, что ваши волосы, кожа, глаза, губы стали сухими. 3. Цвет мочи. Если после ночи ваша моча темно-желтого цвета, а не светло-желтая. 4. Запор. Если случается, что вы не ходите в туалет по большому больше суток 5. 5. Пот. Если вы редко потете, или не потете совсем. Если вы замечаете, что у вас наблюдаются эти признаки, это значит, что пора задуматься о том, чтобы пополнить запасы организма и пить воду немного, или намного. Все зависит от вашей степени обезвоженности, больше. Итак, сколько же воды нужно пить, чтобы обеспечить своему организму правильное и здоровое функционирование? Сколько воды нужно пить? Все мы знаем, что нужно пить воду. Много воды, каждый день. И тому подобное и т.д. Все об этом говорят, но не все знают. Сколько же именно много нужно пить? Так сколько же воды входит в это пространное понятие? Много. Чтобы не ошибиться, есть простая и проверенная формула. 30-40 мл воды на 1 кг веса. То есть если я вешу 60 кг, то я должна пить минимум 30 умножить на 60 равно 1800 мл воды. И это минимум. Конечно же, во всем есть разумный предел. И, если человек весит 100 кг, он не сможет выпить даже 3 литра, не говоря уже о 4. Поэтому диетологи советуют в любом случае выпивать не больше 2,5 литров. В противном случае на почке оказывается слишком большое напряжение, и мы вместо пользы приносим вред своему организму. И обратите внимание, водой считается именно вода, а не любая жидкость вроде сока, супа, кофе и тому подобное. Так как эти напитки считаются едой. А теперь о том, как правильно пить воду. Как правильно пить воду. Многие пьют следующим образом. Вспомнил в середине дня, что еще ничего не выпил, и бегом к крану, чтобы выпить сразу 2 стакана. Ведь иначе не успеешь выполнить всю дневную норму. Но не так. Когда-то я не знал этих правил, и каждая моя попытка пить больше заканчивалась тем, что я без конца бегала в туалет. Пардон за подробности, но это важно. У здорового человека считается нормой мочи спускания раз в 3 часа. Когда же мы пьем много воды, но неправильно, то ходим в туалет практически после каждой выпитой порции воды, и моча при этом прозрачная. И так не должно быть. Это указывает на то, что мы пьем неправильно, и вода полностью не усваивается, а просто сразу же выводится из организма, придав дополнительную и ненужную нагрузку почкам. Благодаря аурведе я научилась пить воду правильно, так, чтобы она полностью усваивалась моим телом и питала его жизненной энергией. Пить воду нужно по определенным правилам. Всего 6 простых правил. Правила правильного употребления воды. 1. Пить воду только вне приема пищи. Не позже, чем за 40 минут до еды и не раньше полтора часа после еды, чтобы вода не растворяла желудочный сок и не мешала огни. В аурведе огни – это биологический огонь, отвечающий за переваривание и усваивание пищи, а также за метаболизм, а значит, и за похудение. 2. Пить теплую воду вместо холодной. Ледяная вода замораживает ферменты в кишечнике, не позволяя ему правильно переваривать пищу. Более того, холодная вода сужает кровеносные сосуды, что препятствует оттоку лимфы и мешает циркуляции крови, а значит наши органы не получают нужных питательных веществ. Это правило очень важно для женщин в критические дни и для тех, кто хочет забеременеть. 3. Пить воду маленькими порциями, по 2-3 глотка, чтобы не нагружать почки. Ведь если вы выпьете стакан воды залпом, он не успеет полноценно усвоиться и практически полностью выведется из организма, задав ненужную работу в выделительной системе. Но если пить маленькими глотками, то эта вода будет очищать кровь и обеспечивать регенерацию клеток организма. 4. После каждого глотка подержать воду во рту, чтобы она смешалась со слюной и лучше усвоилась. 5. Выпить стакан теплой воды сразу после пробуждения. Не ждать 10-20 минут, а сразу, как только встали с кровати и выполнили утреннюю рутину для бодрого дня. Это как бы промывает тело и запускает работу кишечника, и избавляет организм от накопившихся шлаков. Возможно не вся эта вода усвоится, но это количество воды простимулирует кишечник. Это единственный раз, когда рекомендуется выпить сразу большое количество воды, см. Пункт 3. Для большего эффекта очистки можно выпить специальный детокс-напиток, который помогает не только очиститься от шлаков и токсинов, но и похудеть. 6. Пить воду только сидя, не стоя, запятая минус так она будет в кишечник и полностью всасываться в кровь, иначе, просто выведется наружу. Если придерживаться этих простых правил, то уже через месяц вы заметите, что кожа и губы стали менее сухими, волосы стали живыми и блестящими. Внутри вашего организма происходят волшебные и живительные изменения. И самое главное, появилось много энергии, и вы больше не чувствуете себя уставшим. Ведь вода – это жизнь. Ну что вы скажете, вы пьете правильно. Или по-другому, эта статья и вся содержащаяся в ней информация не являются медицинскими консультациями, не лечат или не диагностируют. Проконсультируйтесь, пожалуйста, с вашим лечащим врачом по любым вопросам, связанным с вашим здоровьем.